Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Православная азбука». Одна из самых давних и серьезных проблем русской церкви – это обряды верия, то есть подмена религии с сосредоточенностью на обрядах, внешних атрибутах веры. Что это за явление и чем оно опасно для духовной жизни? Об этом мы сегодня поговорим с гостем нашей студии, протеереем Сергием Ксенофонтовым. Обряды верия – что это за явление? Оно вообще опасно или маленький нюанс в церковной жизни? Бывает. В самом названии понятна его суть – вера в обряд. То есть, если сказать по-простому, то придание смысла второстепенному в религиозной жизни, чем главному. Когда это второстепенное, постепенно начинает затемнять главное. И это есть религиозная болезнь души человека. То есть, это есть грех, это есть болезнь, это есть заблуждение. Поэтому она предоставляет опасность для религиозной жизни верующего человека. Но как человеку отделить важные обряды от неважных, важное второстепенное, вот это разделение внешнего и сути, наверное, это очень сложно сделать человеку, особенно еще в начале выцерковления. Чем больше человек выцерковляется, чем больше он живет жизнью общины конкретного прихода, то есть, что есть жизнь общины прихода, это есть стабильность церковной жизни, стабильность религиозной жизни. Тем менее, в жизни человека бывает обряда верия. Надо сказать, что обряда верия является религиозным недугом во многих христианских поместных церквях. Но в России, к сожалению, приходится констатировать, что в русской церкви это очень сильно развито. Этому есть свои причины. Когда христианство пришло на Русь, при огромном территории и малом населении стал вопрос, как проповедовать. Духоведства изначально было мало, и осознанно или неосознанно было выбрано проповедь через обряд. И оно очень быстро принесло свои плоды. В огромных великолепных храмах Киевской России, Московской России проповедь шла очень эффективно. Но потом подросли несколько поколений, которые стали верить в то, что в этой обрядовости и есть суть веры. И тогда, когда наступали те или иные моменты преодоления, возможности преодоления этой обрядовости, широко развитой, часто случалось в нашей стране какие-то события, которые не могли, не способствовали преодолению этого. Ну, татаро-монгольское иго, смутное время, ликвидация патриаршества, революция, раскол 17 века. Вот. И это недуг обряда веры. Он из поколения в поколение, из век в век оставался с Русской Церковью, к сожалению, где-то на его периферии. Но влияние иногда было очень сильным. Достаточно вспомнить, что только в Русской Церкви произошел такой тяжелый раскол, который был вызван причинами разногласия по поводу обряда. Как мы знаем, это раскол 17 века, когда появилась так называемая Старо-береческая Церковь. А сегодня наблюдаются ли какие-то столкновения именно вокруг обрядовой страны? Да. Несмотря на то, что современный человек стремится к упрощению, вот это упрощение, как ни странно, является одной из причин того, что человек готов внести в свою религиозную или псевдорелигиозную, или слишком легкую религиозную жизнь большое количество дополнительных обрядов. Это связано отчасти с, как я сказал, малым отцерковлением, малым знанием и духовной линией. Когда человек желает получить большие результаты, малыми усилиями. И здесь он готов идти на исполнение более дополнительных обрядов, чем работать духовно над собой. Вот эта формализация, она исходит от другого недуга, которое называется фарисейством. И тут трудно сказать, что более друг на друга влияет. Обряда веры на фарисейство или фарисейство на обряда веры. Ведь что есть фарисейство? Это желание угодить Богу, не изменяясь самому. Это очень напоминает и обрядовость. Когда мы совершаем формально обряды и желаем получить от этого какой-то результат. Неосмысленно, не вкладывая в него ни веру, ни душу, не понимая, что мы делаем. Отчасти это может быть как следствием, так и причиной языческого мышления человека. Где отношения с постановленными силами, непонимаемыми и которые страшат, через них получается какая-то попытка воздействия на них. И получение результатов, которого мы ищем. Можем мы привести какие-то примеры, как, собственно, обряды верия проявляются. Ну вот я, например, знаю, что люди, не будучи воцерковленными, но в сложной ситуации, они говорят, нужно объехать семь храмов, поставить по семь свечек у семейкон, например. Ну вот еще какие-то примеры есть, которые люди... Прекрасный ваш подход к одному из самых, видимо, символов обрядовости – свеча. Грешовые свеча. Ну, какой, может быть, от нее вред или толк? Но в обрядовости – это вот как раз на ее примере, и можно посмотреть, как, может быть, искажен религиозный смысл происходящего обряда. Какую символику изначально несет свеча? Горящая свеча символизирует нашу жизнь во Христе. Подобно тому, как она дает свет и тепло, мы должны давать свет нашей веры и тепло добрых дел окружающим нас. Во время молитвы, в которых часто мы задумываемся о тщетности нашего бытия и скорой количестве его, мы видим, как сейчас горает. И это должно напоминать, конечно, нашей жизни. Подобно тому, как по восковой свече скатываются капли, во время молитвы, сматываясь в эту свечу, внешнее ее влияние на нас, зрительное, мы должны помнить, что молитва должна быть покаянной. Потому что силой покаяния всегда являются слезы. Это минимум, что показывает нам горшовая свеча. Как она может нам помочь своим обрядам присутствием. Но когда человек начинает придавать ей иное значение при своей неразумности и малого церковленности, то свеча приобретает свое самостоятельное значение. Ее величина, цвет, место и время, когда ее поставят. Какой рукой поставят. Какой рукой поставят и так далее. И вот уже рождается целое богословие горшовой свечки, которое занимает наше время, наши духовные силы. И как раз вот здесь и показано, вот в этом примере, что главная опасность обряда верия. Не страшно, что человек заблуждается. Заблуждение можно преодолеть. Страшно то, что обряды верия воруют время и духовные силы человека. Время проходит, его невозможно восстановить. И оно ослабляет человека, хотя эти духовные силы можно было потратить на полноценное покаяние, на духовное осмысление своей жизни, на какое-то рациональное осмысление религиозности и религиозного освящения своей рациональности. Это все требует силы. А обряды верия его просто воруют и подменяют. Обряды верия во многом очень похожи на жвачку, которая подменяет нормальную пищу. Человеку кажется, что он кушает, но он никак не может насытиться. И здесь в обряда верия человеку кажется, что он ведет религиозную жизнь, а результаты этой жизни нет. Нет. Наряду с обряда верия, по той же самой причине, по которой возникает обряды верия, желание простыми путями достичь сложных целей, в постсоветский период появляется псевдорелигиозность, обреченная в худовство, магию, экстрасенсорику и так далее. И там та же святая вода и многие другие церковные символы играют внешние какие-то признаки, где вот эта обряда верия еще больше усиливается. Потому что, желая придать своим действиям какую-то легитимность, эти люди, занимающиеся псевдорелигиозностью, они для того, чтобы успокоить совесть малого церковного людей, используют церковные символы. Иконы, кресты, святую воду, свечи и так далее. И здесь обрядовость начинает расцветать еще больше, потому что извне эти люди, малоцерковленных людей, через соблазн побуждают к обрядовым действиям уже внутри церкви. То есть поставить свечи семи храмов, набрать святую воду семи или сорока храмов, съездить в какой-то особо далекий монастырь и так далее. Поэтому здесь не идет речи ни о причастии, ни об исповеди, ни о покаянии. То есть то, что все определяет нормальную духовную жизнь, то, что делает христианин христианином, а здесь оно как раз никак не задействовано. То есть только магия требуется? Только магия, да. То есть действие ради действия. Есть достаточно много правил или, скажем так, рекомендаций, вычитывать такое-то количество акафистов, помолиться непременно перед чудотворной иконой, съездить в какое-то особо благодатное место, чтобы решить свою проблему. Это все-таки живет внутри церковной среды. Нельзя сказать, что это свойство людей от церкви далеких. Вот можно ли сказать, что обряды веры – это действительно не дух, только людей, скажем так, формально относящих себя к христианам? Я вновь повторяю то, что обряды веры, степень обряда веры зависит от степени воцерковленности человека. И здесь малая воцерковленность или неправильная воцерковленность, такое тоже может быть, приводит к тому, что внутри церкви происходит подмена понятий. Например, вы сейчас упомянули количество молитв. Количество молитв – это подмена понятия, постоянство молитвы. Потому что в молитве главное – это постоянство. Одно из главных вещей, которые делают молитвы действительно для человека – это постоянство. И молитва – есть общение человека с Богом, и оно должно быть постоянным. По лукавству, по страстности происходит подмена. То есть прочитываете какое-то большое количество молитв для того, чтобы дальше этого не делать и ждать от этого результата. То есть здесь незаметно для человека происходит подменное понятие того, что молитва сама по себе имеет силу без действия воли души человека. Воля Божия всегда по отношению к человеку человеколюбивая и благостная. Но воля человека по отношению к Богу не всегда боголюбивая. И рассчитывать на то, что прочитанные молитвы без влияния своего духовного состояния, быть не может. Красивые слова о любви не всегда означают саму любовь. Как человеку, пока что недостаточному церковленному, но он еще только на пути, еще впереди год у него, как ему отличить все-таки проявление обряда верия от тех обрядов, которые приносят какую-то духовную пользу? О церковности мы уже сказали, о том, что человек должен на церковице жить постоянной церковной жизнью. А второе – это личное накопление знаний об обряде. Надо знать, что обряд очень рациональный, несмотря на то, что он нас ведет к познанию иррациональных иногда вещей. Обряд церковный вы имеете в виду? Да, 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 церковный обряд. Он очень рациональный. То есть суть его такова, что Господь, желая нам помочь при нашем состоянии падшести ума, он к этому уму и падшему обратился. И дал нам такие символы, через которые мы можем понимать то, что сверх иногда нашего понимания. И неудивительно, что большая часть религиозных символов, они являются оптимальными для всех религий. Одинаковыми для всех религий. Ну, например, Ладан, да? Во всех религиях символизирует молитву. Вода, очищение символ жизни, зеленый цвет. Господь вполне дает нам возможность через литературу, через свое просто культурное развитие, развиться до понимания, что мы вкладываем в этот рельг. Вот каждый должен задать себе самый простой вопрос. Что я употребил, какие знания и возможности, необходимость в том, чтобы узнать историю обряда, что он обозначает, символику и так далее. И тогда все открывается в совсем другом свете. Потому что обряд – это, наверное, та азбука, через которую читается религиозная жизнь. Как школьнику невозможно читать текст без букв, знаний этих букв, так религиозному человеку без знаний и обрядов невозможно. Когда школьнику подарить букварь и не выучить его, он будет поклоняться этому букварю. Ему книга-то будет казаться мистической. Но когда он поймет значение этих букв и начнет их складывать, слова, тогда любая книга ему откроется и будет читаться легко. То есть здесь тоже применим этот принцип знания и силы, да? Несомненно. Когда ты будешь узнавать сам, тогда ты сможешь отделять, где это проявление суеверия, а где это... Здесь очень хорошо подходит высказывание Иоанна Златоуста, который сказал, что знание без веры ведет человека к гордыне. Но вера без знаний ведет к своей вере. Ну, здесь можно поставить равно к обрядоверию. Вы знаете, страстность души человека и наша богатая история церковная, русская церковная история, жизнь церкви в этом народе с его необъятными просторами, с его тяжелым климатом, тяжелой судьбой, вот, промыслом Божьим и огромной любовью Божией к русскому народу. Все это показывает то, что мы можем достигнуть великих вершин, но и пасть на дно великих искушений. Поэтому завекаться, что не надо, нужно делать. И вот здесь вами приведенный пример высказывания того, что знание силы, здесь подходят, конечно. И на прощание хочу попросить небольшое пожелание для наших зрителей. Дорогие братья и сестры, я желаю всем нам спокойного течения нашей духовной жизни в рамках церкви по любви Божией и истинного желания познать волю Божию. И здесь всем нам добудет помощь спасительный обряд церкви, правильно понимаемый и правильно исполняемый. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова